Здравствуйте! Сегодня мы приготовим чикен острый, по-корейски, с острым соусом. Для этого нам понадобится курица. Крылье я взял, уже нарезал на две части по сухожилию и обсушил. Так, приступим к маринаду. Для маринада мы добавляем столовую ложку красного молотого каенского перца. Сюда же мускатный орех, одна чайная ложка. Столовая ложка дощады, сухой имбирь, сухой чеснок, паприку и черный молотый перец. Также нужно добавить немного растительного масла, примерно одну столовую ложку будет достаточно. И стакан воды, это примерно грамм 100-150 воды будет достаточно. Все, слегка перемешиваем. Вы можете курицу надрезать, слегка, не до конца. Тогда курица промаринуется быстрее и все приправы будут хорошо пропитать наши крылья. Крылья мы накрываем пленкой и отправляем в холодильник примерно на 2 часа. Лучше, конечно же, на ночь. Далее мы готовим притер масла. Масло мы разогреваем на среднем огне. Пока наше масло нагревается, можем заняться кляром. Для панировки я использовал муку и крахмал основной. Примерно по 250 грамм. 50 на 50. Сюда же добавляем также все сухие приправы. Все хорошо перемешиваем, чтобы все наши специи, мука и крахмал перемешались. Панируем наши крылья. Лучше для панировки брать большую емкость, чтобы вам было легче панировать и курица полностью была в кляре. Панируем мы не помного, примерно по 5-6 штучек. Хорошо обваливаем наши крылья. Далее берем небольшое сито, закидываем туда наши крылышки. Старайтесь, чтобы на крыльях как можно меньше осталось лишней муки. Она нам не нужна. Хорошо страхиваем. И после чего замачиваем в обычной воде комнатной температуры буквально на минуту. Пошло у нас 60 секунд. Вытаскиваем крылышки. И забрасываем повторно в панировку. Хорошенечко обвалатываем. Крылья, если вы любите пастрее, можно крылья, ну бывает больше красного перца, но помните то, что у нас будет еще острый соус, остросладкий соус. Поэтому учитывайте этот момент и балансируйте остроту. Так, вытаскиваем. Последняя партия. Так, масло у нас накалилось. Курица запанированная. Можем обжаривать. Выкладываем курицу. Курицу так же, как и в панировке. Не нужно там накидывать. Очень много. Достаточно по 3-4 штучки. Курица у нас обжарилась. Нужно сразу подготовить небольшой лоток, обложить ее бумажным полотенцем, куда мы будем выкладывать курицу, чтобы полотенце впитало вишнее масло. Оно нам не нужно. Примерно на курице обжаривается 10-15 минут, но так как мы будем ее еще тушить в соусе, ну, 10 минут нам будет достаточно. Первая парта у нас готова. Выкладываем на бумажное полотенце. И так же повторяем с остальной курицей. Курица у нас обжарилась. Можем заниматься соусом. Для этого в сковороду глубокую мы добавляем соевый соус. Одну столовую ложку меда жидкого или можно добавить так же сахар. Не сильно роль играет. Сразу добавляем одну чайную ложку дощады. Красного перца, если хотите, поострее. Но тоже много, весь не будем добавлять. И чеснок. Далее, на среднем огне ждем, пока соевый соус с медом слегка выпарится. Буквально на одну треть. И будем добавлять следующие ингредиенты. Выпариваем соус мы на среднем огне, постоянно помешивая. Вот, начинаются появляться пузыри. Соевый соус начинает отапливаться слегка. И можем добавлять остальные ингредиенты. Это у нас обычный кетчуп томатный. Без каких-либо вкусов. Далее добавляем перцовую пасту корейскую кочудян. Тут у меня примерно, наверное, 3 столовые ложки хорошие такие. Также, повторяю, если вы любите менее острый, можете добавить побольше немножко меда. Она будет слаще. Поменьше качудяна. Соус у нас готов. Можем добавлять курицу. Курицу хорошо вытаскиваем. Можете взять готовый соус, просто выложить в тару курицу, сверху пылить и хорошо перемешать. Курица у нас готова. Вытаскиваем ее. И выкладываем в тарелочку. Стручковый зеленый перец. Стручковый выложу. Ну и, конечно же, по классике, немного кунжитных семечек. Так, наша курица готова. Это чикен в остром соусе по-корейски. Подавать вы можете с рисом, можете так, как вам удобно. Приятного аппетита.